всем привет это 45 выпуск нерегулярного подкаста трёпси бранта с вами соответственно андрей сибрант и в этом выпуске мы немножечко возвращаемся на исходные позиции на исходную привычную траекторию подкаста где все-таки больше разговоров о технологиях чем о чем-то еще и в этот раз мы возвращаемся к образовательным технологиям хотя в общем что возвращаемся вот предыдущий подкаст соли ремневой хотя на искусствовед и культуролог в общем был значительной степени про взаимодействие технологий с окружающим миром а конечно мой подкаст он в общем не про сами технология про то как они действуют на людей взаимодействуют с людьми зачем они людям что люди про них думают чего люди в них боятся что люди в них любят ну и так далее и более того у меня на самом-то деле это будет четвертый уже подкаст из всего 45 то есть черт большой процент 4 подкаст про школу 21 интереснейший проект немножко будет сейчас в рассказе о том что это такое если вдруг кто-то не слышал до этого и в описании подкаста в описании которые вот на основном его сайте потому что ссылочки не очень про транслируешь на всякие другие места типа там айтюнс или яндекс музыки apple подкаст там к сожалению ссылок нет поэтому ходите вот на основной сайт подкаста который sebran.chat там все ссылки которые имеют прямое отношение к выпуску или на те ресурсы которые в ходе подкаста упоминаются так вот это будет четвертый подкаст про школу 21 по случаю интереснейшего важнейшего для школы события она вышла за пределы москвы случае россии она открылась в казани буквально на днях вот 6 числа 6 февраля было открытие мне повезло там быть принимать в нем достаточно активное участие ну и это вообще двадцатый город в мире где рабо двадцатая точка где работает во всем мире называется проект 42 у нас называется школа 21 ну да не в названии суть но прежде чем мы перейдем к конкретным вещам про школу про образование и так далее небольшая все-таки сначала небольшая подводка подводка она будет может немножко странным как раз вот рассуждая о том почему я испытывал странные эмоции когда узнал что открытие школы в казани будет сопровождаться очень таким серьезным протокольным мероприятием потому что прилетит грех из москвы потому что приедет там президент татарстана много всяких чиновников и так далее я вообще не очень в восторге обычно от публики такого типа а тут я вдруг обрадовался и не сразу понял почему потом понял но вот сначала сначала все-таки подводка и так людям мне кажется по крайней мере что это так людям очень по душе концепция золотого века концепция это состоит в общем в том что таковой просто был что лучшее было в прошлом что были прекрасные времена изменения они все к худшему что вот надо туда назад вернуться и ну и в крайнем случае что там немножко улучшить но в общем где менять кардинально и поэтому идеальное будущее в их представлениях такое улучшенное прошлое дошлифованное с выковыренными в каким-нибудь там сорнячками иногда она даже совершенно честно не помню почему от люди что прошлое на самом деле было не такое прекрасное как им кажется в общем наверное конечно это очень человеческое желание что или очень человеческое свойство избирательность памяти что люди не помнят плохого про прошлое а хотят еще больше улучшить хорошее это понятные когнитивные искажения конечно трава тогда была зеленее художники талантливой и игры были самые интересные на свете и жизнь вокруг была гораздо более человечной ну и так далее на самом деле понятно что вообще-то говоря гормональный фон был другой еще не умирали близкие друзья и учителя на уроках рассказывали опять же про прошлое который был еще замечательный это кстати беда потому что учителя ведь никогда не рассказывают о будущем в учебниках и на экзаменах нам рассказывают о прошлом и это невероятно мешает многим людям адаптироваться к будущему в дальнейшей жизни жизни в общем непрерывная адаптация к будущему если хоть немножко думаешь о завтрашнем дне не только текущем моменте и прекрасном детстве когда трава была зеленее так вот радоваться будущему детей свои к будущему готовить это в общем довольно за такая затратная задача потому что будущее вот со всей его инаковостью непредсказуемостью ну вот не всем нравится и вот эта любовь к прошлому очень естественно сосуществует с любовью принимать законы красных флагов я них тут как-то поможет упоминал это такие законы которые которые были приняты в 19 веке сначала в англии потом штатах и они регулировали это как раз было время когда появились первые повозки без лошадей тогда еще правда двигателя внутреннего сгорания сначала не было но уже были паровые двигатели и вот энтузиасты пытались заставить повозку без живой силы лошади или мула или еще какого-нибудь животного самостоятельно ехать по дороге у них получилось это дико напугало людей потому что это было совсем другое будущее такие звоночки из этого будущего начали поступать и были приняты законы красных флагов законы гласили что перед любой повозкой перед любым транспортным средством которое не имеет животного которое тащит это средство обязательно должен неторопливо идти человек и размахивать красным флагом светлое время суток а в темной лампой и все это для того чтобы граждане не пугались все под контролем повозка хотя и без лошади но вот тут есть человек с флагом он контролирует повозка едет медленно вообще ничего не случится ребят психотравмы нечего испытывать ну и так вот на самом деле продолжалось десятки лет уже только в конце 19 века когда таки действительно появились двигатели внутреннего сгорания когда стало в общем понятно в том числе и законодателям что такое автомобиль и куда это все идет а главное чем хорошим грозит это будущее при условии что им дадут осуществиться ну вот тут то тут и начали эти законы отменять там очень много было кто хочет почитать эти исторические материалы найдите там были разные ситуации в разных штатах в америке как обычно но в общем два базовых пункта по моему абсолютно универсальны это вот пункт номер один состоящий в том что когда появляется что-то новенькое его сначала хотят зарегулировать максимально сведя к старому то есть вот она новая хорошо там без лошади но только очень медленно не то что быстрее лошади на просто вот совсем медленно и не конкурировать с лошадью ну а второе что в общем проходит какое-то время приходится все дело отменять и надо заметить что ты сейчас у многих в том числе у законодателей все таки если оглянуться вокруг хватает здравомыслия не очень усердствовать в принятии современных таких вот слишком жестких ограничений аля закон красных флагов в только что наступившем году в 2020 уже есть хорошие примеры на самом деле не может не радовать вот например штатах законодатели ввели исключение для беспилотников и об этом написала там вся технологическая пресса исключение для беспилотников означает что когда вы выпускаете автомобиль там местной власти дает разрешение на допуск автомобиля на дороге общего пользования не надо к этому транспортному средству применять все те требования которые принимаются к обычному автомобилю то есть это транспортное средство может быть без зеркал заднего вида ну правда зачем беспилотнику зеркала заднего вида оно может быть без дворников ну да там вообще другие способы наблюдения за дорогой они не связаны с прозрачности ветрового стекла в него может не быть руля и это кстати критично потому что факт что в таком транспортном средстве может не быть руля означает что все согласились в нем может не быть никакого страхующего водителя совсем ну и так далее то есть вот очень приятные такие унаследованные от старого мира требуют абсолютно правильные для автомобиля с живым водителем требования они не всегда должны срабатывать в будущем то есть конечно по-прежнему если в этой машине пусть в определенных ситуациях за руль должен сесть человек руль там наверное должен быть а может не должен может он может там с планшета поуправлять но по крайней мере когда человек это одни требования когда это новый класс машин беспилотники простите там и требования все будут другие и это очень здорово а у нас между прочим тоже хорошая новость у нас же было довольно жесткое ограничение введено для полетов дронов которые заодно все любительские дроны простейшие маленькие дроны для там снятия селфи или каких-нибудь красивых вечеринок на природе с воздуха нельзя было запрещено все это было сейчас ввели для дронов массой меньше 250 грамм послабление там конечно есть совершенно правильные кстати ограничения что это там не выше 150 метров вне зон где есть какие-то специальные объекты будь то там закрытые территории или просто аэропорт но по крайней мере у себя на даче ты теперь можешь поднять дрон и твои соседи если снимаешь не их а себя не то чтобы имели право немедленно вызвать милицию устроить большие неприятности поэтому в общем да хорошо что и у нас на самом деле вот заметьте двух лет этот закон не просуществовал приятно думать что вот не требуется теперь 30 или 50 лет как в 19 веке чтобы законодательство которое принято жестко чтобы ограничить новые технологии жило эти самые десятилетия и десятилетия блокировала развитие технологии все-таки вот там два года или там пять лет или какие-то такие осмысленные сроки это тоже признак прогресса и это очень хорошо не конечно запретов по-прежнему хватает совершенно не в розовых очках и вижу как причем далеко не только в россии по всему миру происходит различные закручивания законодательных гаек касающихся разных аспектов информационных технологий но тем не менее как завинтили так и отвинтит где-то раньше где-то позже но по крайней мере процесс идет он гораздо более динамичный гораздо более быстрый и в общем гораздо более результативный чем было век с хвостиком назад и как ни странно вот все то что я сейчас рассказывал это подводки к подкасту большая часть которого будет про образовательную новинку что в образовании например является таким очень консервативным делом и даже не только в самом образовании а в очень тесно с ним связанной области трудоустройства это наличие всяких бумаг сертификатов дипломов чего-то свидетельствующего о том что ты ну и дальше вот прослушал что-то сдал что-то то есть это документы которые свидетельствуют о том что принял участие в каком-то традиционном образовательном процессе или в каких-то испытаниях которые являются частью этого традиционного образовательного процесса но в общем это же сейчас совершенно не обязательно и поэтому вот вспомните чего я начал именно поэтому я был жутко рад что на открытие школы 21 в казани явилась так много чиновников там высочайшего ранга потому что смотрите если они приходят в школу если они говорят этой школе что нам очень нужны ваши выпускники вы делаете великое дело и при этом они знают потому что им об этом явно сказали тот же самый герман греф сказал здесь не будет документов эти ребята не получат никаких дипломов они не сдадут никакие экзамены которые кем-то там утверждены они просто будут уметь делать свое дело и в общем во многих коммерческих компаниях этого конечно же достаточно и люди которые кончают школу 21 или вот там на протяжении 10 что ли лет кончают школу 42 по всему миру они очень классно трудоустраивается про это будет отдельный разговор вот чуть дальше в процессе подкаста эти люди они без бумаг прекрасно трудоустраиваются везде кроме тех мест которые слишком зарегулированы я думаю что здесь по мере развития таких инициатив образовательных произойдет очень интересная вещь государству ведь тоже нужны квалифицированные специалисты в тот момент когда поймут что специалистов которые решают задачи в том числе нужную на госпредприятиях на госслужбе где угодно готовит в тех местах где дипломов не выдают они наконец перестанут обязательно требовать эти дипломы как только они перестанут это докатится до всех до родителей которые страшно беспокойно и вот когда только анонс этого подкаста стал писать фотографии школы 21 казанской публиковать прибежали какие-то тетеньки в комментарии ой а какие документы они выдают да вот никаких это главное и это тоже то к чему надо приучаться хотя вроде бы формальность но поверьте отмена такой глобальной формальности что вот я иду по жизни размахивая своим дипломом а если он красный так я вообще всех вокруг разгоняют да не будет этого довольно скоро с другой стороны об этом тоже будет очень хороший и правильный нам с дат разговор в подкасте не то что кто-то собирается кого-то убивать то есть вот этот любимый журналистский штамп что теперь придет образование без учителей и убьет учителей да ни разу вот никто не собирается никого убивать вообще перестаньте мыслить вот этой чертовой военной терминологии эти друг друга убивают эти тех покорили и уничтожили да не обязательно есть куча задач мы об этом разговаривали уже не помню у меня в подкасте или подкасте у вани ямщикова в общем по моему точно в одной из бесед с вами который в моих подкастах есть затрагивался этот аспект что есть например просто яркий пример область которая называется наукой действительно требует людей подготовленных по тем процедурам которые собственно говоря существуют в классической высшей школе в этом смысле таки действительно университет классический университет в том смысле как он существует сейчас там с профессорами семинарами лабораторными всей вот этой истории с сессиями лекциями он заточен под изготовление людей существующих в науке другое дело что в общем как-то не все должны в науку идти и не все другие предприятия даже наука емкие должны выстраивать свои внутренние процессы похожими на исследовательскую лабораторию там все сильно разнообразней и вот тут выясняется что человек которого там не знаю дипломной работы так такая недодиссертация что там в общем не он нужен во многих местах а другой человек с другими компетенциями для этих компетенций не надо ни лекций не лекторов не профессоров не семинаров не экзаменов ну вот об этом мы сейчас и будем разговаривать и собственно на самом деле я думаю что пора уже завязывать мне с подводкой и пора мне сейчас включить запись только одно предупреждение я когда-то давно собирался чтобы подкаст трёпси брант описался в таких ситуациях когда там может быть разный звуковой фон потому что я хочу их писать в реальном мире эти подкасты и так далее но не всегда это получалось а иногда в общем ну трудно трудно было по звукам на фоне определить что же происходит вообще это шум грязь помехи или так задумано а вот здесь все будет слышно очень хорошо я этот подкаст писал в очень неожиданной ситуации как раз вот шестого февраля после того как ребята реально не спали там несколько суток тех кто готовили запускали проект вот команда проекта после этого они сначала приняли всех высочайших начальников потом они для своих уже учащихся уже студентов школы 21 выпустили меня я там два часа что-то им такое рассказывал потом еще час отвечал на вопросы это фантастическая аудитория как они спрашивают как они вообще реагируют на все что им рассказываешь ну вы сейчас увидите услышите почему потому что конечно при таком отборе ладно одну цифру сразу сдам там конкурс сильно больше сотни когда люди проходят через отбор где конкурс сильно больше сотни там реально сильно очень люди получаются в пользу такого ситечка так вот после всего этого команда сказал что мы конечно сейчас рухнем мы перед этим хотим на чем мягком поваляться выпить и поесть и отправлюсь в ресторан и меня с собой потащили и вот в этом ресторане я проделал садистскую вещь вот этим людям которые после длинного периода очень напряженной работы после кульминации в виде нескольких суток перед запуском потом самого запуска с участием всех этих высоких лиц хочется расслабиться но я был непреклонен я достала микрофоны и достал рекордер расставил все это на столе и включил запись но поскольку весь стол как-то был не готов по этому случаю замолкнуть а публика в ресторане ну там как-то бы попросили их немножко потише не то чтобы они совсем послушались поэтому будет реальная ресторанная запись там будут какие-то стуки звон бокалов другие чужие голоса музыка какая-то иногда громче иногда тишина в общем слушайте нормальная вечерняя простите пьянка в ресторане не только нашим мы не снимали там ресторан только для команды 21 но на этом фоне прекрасно будут слышны голоса тех с кем я беседовал не буду их перечислять там несколько человек они все представятся в процессе и все я вас сейчас приглашаю 40 минут посидеть с нами за столиком в ресторане города казани вечер после запуска школы 21 в казани поехали так дорогие слушатели как честно предупреждал в подводке пишу это дело в ресторане прямо на вечеринке которая происходит сразу после официального запуска школы 21 в казани там начальники во главе с грифом и местной властью где-то в другом месте в кремле местном казанском кремле что это празднуют а мы сидим той командой которая собственно запускала школу и ссылочку вы можете посмотреть в описании подкаста был у меня уже один разговор со света инфимовской она не руководитель казанского проекта она вообще руководитель школы 21 и понятно что конечно принимала прямое участие в том что происходило в казани сейчас я кстати не знаю поскольку это вечеринка и люди тут все уже немножко расслаблены это прекрасно и поэтому я даже не знаю кто будет следующего микрофона но мы сидим рядом со светом поэтому первое света свет тебе все-таки вопрос вот пожалуйста назови какие-нибудь цифры про казань потому что я реально в шоке я их просто не помню мне пока водили по кампусу рассказывали какой был конкурс и сколько человек и сколько рабочих мест в общем я офигенно под впечатлением знаешь мы сами удивились что нам удалось добить до 60 тысяч заявлений ну то есть 60 тысяч людей это которые захотели да и от со всей страны или только татарстан нет к нашей радости благодаря тому что мы открываем кампус вместе с хостелом на 300 человек ну хостел общежитие хостел как-то воспринимается слушай сложно сказать мне долго объясняли разницу но наши ребята с которыми я общаюсь в москве они говорят нам бы место какое-то где просто пришел кинул кости и с утра отправился дальше ходить у нас всего 30 процентов это ребята из казани все остальные приехали из других городов но других городов опять же не только татарстана но и более широкой географии до более 50 процентов это ребята не из республики но слушай вас с одной стороны конечно дикий комплимент школе что не такой бренд сплюда подрываются ехать вообще в дальние края они просто областной центр там или республиканский центр с другой сколько у тебя место в этом хостеле 300 мест а людей у вас суши смотри у нас будет человек 500 в год но из них соответственно 300 человек более-менее сходят сюда у нас 567 рабочих мест в целом сейчас мы рассматриваем вариант где у нас будет где-то 500 человек в год мы будем постой значит это еще одна цифра которую надо попытаться осознать потому что такого не знает ну по моему ни один престижный университет ни какой-нибудь супер модный вуз потому что если ты говоришь у тебя 60 тысяч вверху воронки по заявкам и 500 человек в конце да ой то есть на 1 к 100 и больше да так и есть но на бассейна как мы с тобой уже говорили бассейн абсолютно самодостаточная штука и где-то 30-40 процентов ребят которых мы не берем все равно остаются в индустрии дальше идут заниматься программированием уже не с нами на мой взгляд это классная профессия вне зависимости с нашей школы или нет бассейн это хороший буткемп который помогает тебе осознать любишь ты программировать или нет это я все понимаю это уже один раз говорил но просто меня изумляет ну две вещи во первых масштаб спроса то есть сам по себе факт что на такое мероприятие которые в общем ну люди же осознают что если все получится то это надо инвестировать дофига своего времени возможно куда-то там переехать и есть 60 тысяч человек которые готовы в это вписаться представляешь ну вот с неким трудом да это впечатляет а с другой стороны конечно да это еще и вот сила бренда что они все-таки идут час к вам и вот тут вопрос скажи пожалуйста а это вот подтверждается как-то результатами у тебя же уже выпуски то были и как у тебя первый выпуск в москве раз не состоял нет у нас первые ребята сходили нас первые 300 человек из полутора тысяч сходили на стажировки и вернулись у нас сейчас самый прогрессивный парень на сейчас на четырнадцатом уровне а их всего 21 и каждый набирать уже сложнее и сложнее и какие у тебя но все равно я думаю что как-то с вами уже контакты работодателя какие у тебя ощущения какой у тебя будет процент трудоустройства к сожалению будет безумно высокий я думаю что мы будем близки к французам у которых процент составляет 94 процента то есть типа 94 процента окончивших находят место именно в индустрии да я бы сказала хуже рынок сейчас настолько перегрет что вот из 300 человек по моему только двое не получили предложения о постоянной работе по итогам стажировки об чуть плохо потому что дальше наступает сложный момент выбора синицы в руках и журавля в небе в смысле докончить и там ну то есть грубо говоря то есть ты против того чтобы уфер получали слишком рано я не против я просто говорю что это сложный выбор потому что как ты видишь что приехал парень там 30 лет у которого есть жена и двое детей они более-менее впроголодь жили целый год ему сделали предложение о работе он стал получать в пять раз больше чем получал бы у себя в регионе и еще пару лет не видеть семью и продолжать заниматься и работать это сложная история это сам знаешь когда молодой или не очень молодой человек выходит на работу первое время достаточно продолжительное он старается работать гораздо больше показать себе поэтому это сложный такой выбор ну то есть слушай вот я не знал этой французской цифры это а у них сколько уже было выпусков то есть это какая-то случайный выброс или это более менее ну статистически достойно французов выпуске начиная с 2015 года соответственно стабильно люди находят себе ты знаешь это при том что у нас 30 процентов во франции выпускников не находит место работы то есть соотношение если говорить в общем и целом во франции него не ваших отрицания наших 94 процента трудоустраивается то есть часть из них создает стартапа что вполне логично а часть из них трудоустраивается соответственно компания ох ну да то есть тогда я понимаю почему у вас планов громадье по географической экспансии проекта в пределах россии потому что при таком спросе если к вам едут в казань я просто сегодня встречал человека который точно знаю что он из питера например если люди из питера готовы перемещаться в казань то понятно что сколько бы вы еще не открывали в других городах чего чего а проблемы с абитуриентами у вас не будет сложно сказать потому что сейчас у нас есть смотреть на наши заявки то в общем и целом мы уже приближаемся к миллиону вопрос просто это ты прошло это уникальные пользователи которые сходили к нам и гипотетически возможно бы им было бы интересно поэтому мне мне бы понять кто-то прекрасная целевая аудитория который которую хотелось бы затаргетировать но мы с тобой когда один раз на тему говорил ты сказал что у тебя нет такого хорошо описывающегося ядра это только домохозяйки там или только там не знаю люди умирающих профессии типа оператор колл-центра что у тебя есть все включая программистов действующих которые просто хотят выйти на новый уровень и кончая действительно таки операторами колл-центра или там автомеханиками кем-то слово да и сейчас у нас добавились новые профессии добавились повара операторы ази с продавцы я помню я же говорил когда с ребятами москве меня как раз тогда поразил не даже не твоя такая история а живые люди которые говорили вот плюнул на все случайно наткнулся на это объявление понял что это и есть шанс моей жизни и поехал голод слушай какой же значит голод на какую-то новую жизнь и новую профессию если ты говоришь ну пусть даже не миллиону значит есть сотни тысяч людей стране которые ну слушай на самом деле наверно тот кусок ради которого мы работаем от ребята у которых закрыт вход в классический крутой вуз который бы дал им тот самый заход наверх а это вот мой следующий вопрос ведь вроде бы казалось и мы очень часто так ребят сейчас мы прерываемся тут тост потом мы продолжим так а теперь вернувшись нашим студентам скажи пожалуйста вот это ключевой вопрос который собственно задается когда каждый раз когда я начинаю про вас рассказывать какие вы хорошие это слушай но а чё люди с такими темпами не лезут всевозможные стандартные системы потому что при каждом вузе есть свои курсы переподготовки просто каких-то курсов там по программированию того сего 5 10 ну миллион и в общем не то чтобы они каждый могли похвастаться конкурсом и даже просто там десятками тысяч желающих вам идут там не идут там не знаю на бесконечные курсы переподготовки я клянусь что даже в казани курсов каких-нибудь языков но без вас они уже были знаешь мне кажется здесь есть несколько вещей я думаю каждому человеку подходит свой собственный формат кому-то классно заниматься посредством лекций таким образом он что-то изучает кто-то штудирует учебники кто-то смотрит те или иные курсы в онлайне кто-то спрашивают коллег и друзей и когда этот весь котел варится у тебя получается разнородные источники информации когда но вспомним с тобой учились в университете по сути примерно вход информации был у всех один то есть пул того откуда ты мог черпать информацию по предмету он был достаточно конечен если мы говорим о тех источниках которые есть сейчас ты просто отличие от классического вуза можешь выбрать то что подходит тебе ну окей но опять же значит у вас есть что-то такое привлекательное что большому только что слышали цифры большому количеству людей подходит вот что-то уникальное что есть у вас и чего нет у вуза знаешь мне кажется эта атмосфера то есть ты сегодня упомянул больших гостей даже их на них мне кажется это влияет и заряжает я тебе скажу что почему ребята например после запуска школы на последние там не знаю там несколько месяцев почти не спали не ели света белого не видели на ты просто выходишь в два-три часа в кластер и просто полным образом заряжаешься то есть все происходит совсем по другому чем в других местах мне кажется в отличие от курсов ты все-таки здесь в таком замесе единомышленников ты можешь себе найти близких по духу ты можешь найти наоборот каких-то вечных врагов у нас есть традиционных ли вора и прочие вещи вот этот мне кажется смотри я тогда не совсем понимаю ведь вроде каждый же идет по индивидуальному треку у вас да но в своем большинстве кто их сплачивает то есть вроде если все равно каждый занимается своим делом и это и он должен подняться на свой уровень это же не то что вот они работают в команде где каждый зависит друг от друга смотри чем дальше он продвигается тем больше групповых проектов у него появляется я никогда не забуду когда у нас появился первый проект защитился до выхода на стажировку по графике мне кажется половина школы пришла на защиту этого проекта просто к тому что они сейчас собираются по интересам это могут быть большие группы может быть локальные там человек по 30 они делятся информации о том куда они вместе ходят то есть вплоть до того что недавно то есть они совершенно не антагоничны классическому образованию кто-то из ребят сказал что есть какие-то классные курсы у него в университете они все дружно походили на лекции какого-то прекрасного преподавателя и все остались довольны то есть мы не навязываем что должен быть какой-то один путь каким образом они получают информацию это может быть абсолютно любой поэтому я бы сказал что чем дальше они двигаются тем больше у них выкристаллизовывается совместных интересов и сейчас классно наблюдается преемственность поколения если можно так сказать у нас уже было три набора есть очень бодрые ребята со второго с третьего набора которые быстро допрыгивают до предыдущего и соответственно гораздо быстрее ползут и добегают до тех результатов которые были у наших таких аксакалов которые пришли как раз когда ты с ними встречался вот в ноябре восемнадцатого года да то есть вот они разные слушай но означает ли это что на самом деле вы немножко лукавить когда вы говорите что вы учите людей языку айтишным каким-то специальностям вот из того что сейчас рассказываешь складывается ощущение что вы на самом деле этим самым пресловутым soft skills людей тоже учите неявным образом не то что они зачеты по soft skills дают но эти soft skills похоже по твоим словам являются условием выживания ну как сами вырабатываете или как да совершенно верно мы мне кажется помещаем во время этого самого бассейна людей в позицию где такая-то эмуляция реальной жизни где у каждого из нас есть куча задач ты должен их приоритизировать делать их вовремя самому составлять себе график и так далее то есть мы их ставим в ситуацию где твоя защитная реакция будет выработка вот этих вот самых soft skills и когда это изо дня в день изо дня в день помню только на стадии бассейна ты знаешь в дальнейшем она чуть легче становится то есть у тебя в целом достаточно расслабленные дедлайны в которых ты можешь плавать поэтому если у тебя занятия только в школе и больше ничего не знаю мне кажется это увеличено там мультипликатор 2 как минимум мы это сделали знамеренно чтобы дать возможность в отличие от французских коллег чтобы ребята учились не только у нас но и продолжали обучение в классическом университете или же совмещали это с работы ну приходя вечерами и по выходным да я запомнил эту фоточку которую ты мне прислала из своего класса где сидит человек в желтом с сумкой яндекс еды на соседнем стуле это вот правда навсегда запоминает ну ты знаешь мы с тобой обсуждали это категория самая мотивированная на мой взгляд бы они мне говорят что вот хуже чем ситуации есть сейчас вряд ли у них наступит поэтому для них это тот шанс вырваться и что-то изменить ну вот с нами сидит парень который например занимался пиротехникой но вот спроси его почему он решил прорваться почему так а вот сейчас давай представься у нас же живой микрофон тут только что света на тебя сослалась как на человека который занимался пиротехникой вдруг заинтересовался чем-то немножко далеким до поэтому расскажи чуть-чуть здрасте кость меня зовут занимался пиротехникой два года но все рано или поздно надоедает и хочется чего-то нового чего-то более интересного собственно и здесь не ну почему слушай вроде это одну очень далекая история но мог там и из пиротехники заняться чем-то еще сценическим или шоу-бизнесом ну то что рядом где-то людей знаешь там тусовку знаешь знаешь везде интересно дальнейшее развитие и во всех этих сценических штуках дальнейшее развитие она идет обычно по одному сценарию не очень по мне так позитивным вот где-то войти сфере у меня есть несколько друзей и слушая их рассказы в основном это все выглядит для меня более прозрачно чем то где я до этого работал ну именно именно раз именно развитие ну прости за вопрос который обычно любят задавать на собеседовании а вот в этой новой жизни с новой специальностью ты себя кем видишь там через сколько-то лет ты хочешь пойти работать с программистом в большую контору ты чего просто производишь впечатление вот как когда мы сказали про пиротехнику ну нормально я у нас картинки нет ну ты выглядишь как такой нормальный человек свободной профессии слушай здесь есть возможность работать проектно я знаю что она есть вот в той же пиротехники и прочим такой возможности нет серьезно вот обладать какими-то знаниями которые я получаю здесь которые планирую получить в будущем вот применять их на практике я к сожалению в практическом их применении пока не силен вот но вот мой план до выйти куда-то где я смогу сам рулить своей жизнью потому что до этого у меня это случалось не часто ну то есть сам рулите чего-нибудь какой-нибудь стартап с командой обязательно не обязательно стартап просто понимаешь большинство профессии в принципе когда я смотрю сейчас на рынок труда и не войти я понимаю что люди сами себе вообще не за ну сами за себя не могут отвечать и все что у них есть это работа ходить но даже там не просто 52 целиком зависеть от того где ты работаешь вот получает ну не тоже немного денег а совсем мало денег ну да это я согласен что вот как бы айтишный рынок он действительно не рынок работодателя он конечно рынок самого программиста да и понимаешь вот это стремление самому владеть своей жизнью она наверное руководить больше всего ну классно слушай и немножко неожиданный поворот но мне нравится то есть правильно я понимаю что тебя как человека в общем в какой-то смысле там не на свободного художника вдруг поиск гораздо более универсальной свободы сюда привел ну да да в целом так она и есть я даже скажу что я долго к этому шел и не знаю это ли конец моего пути возможно я сверну еще конца слава богу обычно твоего возраста не бывает много чего по пути встретиться но круто кости спасибо большое цвет сдай мне еще кого-нибудь к микрофону а то не сами стесняются айрат хасьянов и и я руковожу казанской филиалом школа 21 супер слушай а почему вдруг стать руководителем такого в общем нетрадиционного мягко выражаясь заведения вот именно поэтому сегодня оливье оливье крузе на своей лекции рассказывал как они пришли к созданию школы 42 и он очень мне кажется созвучным ему ощущение фразу сформулировал что школа 42 это надежда для сферы образования потому что мало таких консервативных отраслей как образование на самом деле и она очень мало изменилось 16 века о да а вот формат школа 42 и школа 21 это что-то совершенно другое но даже достаточно заметить то что это образование без учителей мы привыкли что образование это когда есть учитель осуществляющий трансфер знаний ученику здесь нет учителя ну слушай вроде всегда сторонники те кто отстаивают ценность классической модели образования говорят что все-таки преподаватель это больше чем учитель это жизненный опыт это взгляды что это не просто трансфер суммы знаний гораздо больше такой человеческой сущности как же тогда школа 21 она же 42 то есть она не про трансфер знания про что ну трансфер знаний это осуществляется но только наверное термин в случае школы 21 не совсем точно описывает процесс скорее это процесс формирования знаний в какой-то совместной деятельности но я хотел бы не об этом сказать дело в том что существование школы 21 никак не преуменьшая ценность любых других форм образования классическое образование но имеет свою ценность она наверное будет эволюционировать но классическое образование ну скажем форма образования как мы ее знаем в университетах сегодня явно не поспевает за скорость изменений вокруг она не поспевает за ростом потребности в людях в россии не хватает там более двух миллионов программистов это сумасшедшее количество столько людей невозможно обучить вузах вузы ограничены естественной пропорции когда для обучения тысячи студентов вам необходимо 100 учителей и если мы находимся в условиях ограниченного ограниченной доступности этих самых людей способных учить и знающих свой предмет мы просто упираемся в тупик и в этом смысле школа 21 это надежда потому что такого тупика нет тут нет учителей но мы учим сейчас 500 абитуриентов в принципе емкость казанской школы позволяет обучать полторы тысячи студентов и все также без учителей может быть я неправильно помню то что мне рассказывал и показывала света это не то что совсем нет людей в процессе обучения это не то что их компьютер учит то есть мне кажется что все-таки они каким-то людям так или иначе в процессе обращаются ну да они учатся друг у друга но это вот эта вот форма образования когда равны учат равного то есть они по очереди выступают в разных ролях мы говорим о том что здесь нет этих людей получивших специальное образование знающих как образовать как организовать образовательные процессы как да люди собственно говоря в процессе конечно присутствует речь просто о том что вот этих вот специально обученных людей которых очень дорого и трудно готовить они знаете как формируется как производство коньяка нужно очень много спирта выпарить для того чтобы этот коньяк получился дорогой напиток эти учителя их просто мало доступно то что их мало доступно ограничивает возможность образовательного процесса классической форме здесь есть учителя в общечеловеческом смысле те другие люди которые вас учат которым вместе учитесь вы сами выступаете в качестве учителя но не присутствует учителя смысле людей такой профессии а как ты думаешь это вот переносимо куда-то за пределы айти профессии или это вот сам по себе формат неизбежно ограничивает только там программированием или совсем смежными специальностями я считаю что что конечно да на самом деле сфера применения формата проблемного обучения здесь мы на самом деле видим перевернутую форму то есть как работает обычная школа приходит учитель рассказывает как что-то делается потом дает задание но теперь ты сам здесь по-другому здесь ставится проблема готова решай и пока человека решает он собственно говоря приобретает компетенции он находит источники знаний собственно говоря там происходит и трансфер и формирование компетенции у человека кто его учат как искать он же не знает не умеет с чего-то начинает сначала не получается плохо потом спрашивают у соседей слева справа как у нас в школе советуем бассейнистом вот ты говоришь что он спрашивает там у людей справа слева но это означает что там у вас как-то неровные компетенции что ли то есть если они все одинаково не умеют искать и одинаково некомпетентны то там спрашивай не спрашивай но опыт показывает что одинаково некомпетентных людей в любой когорте довольно таки мало в основном они разные собственно на этом эта система и работает но это проблем на обучение начали говорить собственно да куда это транслируется транслируется подход на все те сферы где стоимость ошибки невелика ну то есть в случае с программированием ваша программа не заработала вы можете попробовать еще раз но если это не коммерческий код который идет продакшен и там на накануне десятки миллионов долларов но то есть лучше хирургов так не готовит до взрыва техников химиков совершенно верно нейрохирургов некоторую надежду здесь дает развитие симуляций использование виртуальной дополненной реальности где собственно говоря вопрос достоверности вопрос данных то есть у вас достаточно данных для того чтобы организовать достоверную симуляцию но так чтобы не на живых людях пробовать до и хирургические операции то в принципе можно будет транслировать метод проблемного обучения туда но по-видимому по крайней мере на какие-то инженерные специальности это распространим потому что во многом работа инженера продукт результат работы которого это не там кусок кода какая-то скажем деталь которая да сначала может быть сделано неудачно да потом ее после тестирования надо доводить это в общем ну схожие похожие истории да по видим в инженерных специальностях это может быть так или иначе ну понятно что всегда надо затачивать но в принципе для инженерных специальностей наверное подход годится да совершенно верно кроме того именно для моделирования различных урода инженерных систем существует достаточно точно математические модели где цена ошибки сведена там но практически на стоимость эксплуатации программ обеспечения ну да и даже тестирование особенно сейчас учил там там всяких 3d принтеров и прочих современных технологий там можно обра тестовые образцы создавать но относительно дешево да совершенно верно ну прикольно а интересно кто не думает в этом направлении да конечно мы сегодня с оливье обсуждали ровно эту тему то есть есть шанс что у вас тоже когда-то появится не только изучение языков хотя у вас там уже у вас что-то вываливается за вот рамки чистого айти ну понимаешь айти да тоже бывает разным и вот когда примерно тем же путем только в онлайне там идет яндекс практикум там сложнее спирту пир но по крайней мере там нет явных лекторов и семинаристов он этим похож и мы тоже начали с языков потом мы поняли что на самом деле специальность тестировщика это не просто язык это специализация и ее тоже можно вот так преподавать а потом мы поняли что казалось бы требующий фундаментальных знаний и специальность современного аналитика он же data scientist тоже поддается это не вопрос про изучение питона это вопрос именно про мышление data scientist его тоже можно смоделировать в среде в которой нет учителя в то есть только задание необходимости их решать и приобретение знаний в процессе просто вот решение последовательности задач да там правда тяжелый я думаю у вас тоже методисты сидят нехилые которые да проектируют курс методика имеет значение вот то есть вот мы ну вот войти но вне программирования уже начали выходить просто вот по виду следующий шаг это даже не айти возможно экономисты то есть у нас достаточно большой объем данных который позволяет симулировать рынки различные различные отрасли экономики ну да и дальше там полезут всякий финтех и про всякие истории вокруг финансов финтех это такой очень общий термин там много чего есть но в принципе там где нужна симуляция основанная на данных точнее говоря где симуляция основана на данных достаточно точно описывает процесс пригодный для обучения методом проб и ошибок там этот метод применим ох отлично отлично да вот про метод проб ошибок как кстати важно да он же для вас критик это есть наш метод важно чтобы цена ошибки была не слишком высока очень хороший кстати вот очень хороший очень инструментальный критерий потому что он позволяет нам по крайней мере фильтр хороший то есть отсечь то что заведомо не пойдет или не сегодня но послезавтра ну да отлично спасибо большое так свет еще кого-нибудь дашь мне еще одного человека я перестану вас мучить всем привет меня слышно да тебя прекрасно слышно меня юра зовут я руковожу бокалом школе 21 но нужно оговориться что в школе 21 чем чем руководить бокалом как бы ни странно это не звучало странно по французской концепции есть два основных назовем так отдела из которых состоит школа 21 это значит бокал и адм бокал это те ребята которые занимаются технологиями технари это и разработка это и поддержка вот это и там системное администрирование в целом и адм то есть это администратор и те люди которые занимаются урок вопросами те кто общают чаще всего общаются со студентами там организуют различные встречи мероприятия документы и так далее само по себе программную оболочку в которой живут студенты ведь не вы же зарабатываете отчасти нет отчасти нет то есть у нас есть лома система learning management system которая нам поставляется по условиям франшизы школы 42 которая находится в париже все что касается непосредственно процесса обучения это то что происходит на стороне парижа но мы как администраторы имеем право определенные права и привилегии это этим всем управлять с другой стороны все что не относится напрямую к обучению то есть это процесс от момента значит приземления пользователя на нашу страницу в интернете лендинг до момента когда он становится полноценным студентом то есть это значит регистну заявки заявки там регистрация заполнения данных отборочный этап точные встречи бассейн оформление все это лежит на стороне уже непосредственно школы полностью плюс на стороне школы лежит вопрос связанные с развертыванием связанные с поддержкой инфраструктуры потому что инфраструктура достаточно большая в частности в москве у нас 777 рабочих станций в казани у нас 567 рабочих станций все они работают под управлением макоси макос x и у нас есть сетевые учетки вот это когда собственно мы не привязываем студента к определенному месту работы то есть он однажды создав ему аккаунт внутри нашей сети и создав этот же аккаунт на влмс в париже который называется сервис в этом смысле облачный да то есть это по сути дела просто я там не знаю я бы сказал я бы сказал распределенный распределенный вот и наша задача состоит в том чтобы поддерживать всю эту систему потому что кейсов бывает очень много плюс мы максимально стараемся оптимизировать всевозможные рутинные процессы секундка все-таки вот здесь мы просто интересно вот когда люди пишут код этот код исполняется локально или на удаленной машине значит как это происходит на самом деле мы мы все понимаем что процесс компиляции он достаточно такой весомый процесс и вот представьте что вот эти все пятьсот шестьдесят семь человек захотят вдруг одновременно что-нибудь скомпилировать а у нас то нет дата-центра как такового то есть у нас есть некая распределенная система то есть если говорить техническим языком то после того как человек пушит свои изменения в репозитории есть определенный сервис брокер который раздает задачи то есть по сути вычислительным центром является тот же компьютер студента только исполнение происходит не на стороне студента который отправил это задание а рандомно выбранным компьютером то есть у вас нет какого-то арендованного или там своего облака которые собственно и является основным вычислительным ресурсом нет нет у нас есть несколько скажем так серверов на которых вертятся локальные сервисы вот а все исполнение кода студентов происходит непосредственно машинах студентов то никто не знает где они на тогда круто подает и действительно есть то есть мы по сути юзаем вычислительные ресурсы этих же маков ну да не вот это кстати совершенно неожиданно что я думаю что это традиционная вещь неважно там у себя или в в с или где-то вы развернули свое большое облако и все уходит то есть инфраструктура по максимуму заточено работать локально и даже если нас отключат от интернет да по каким-то причинам там технический сбой еще что-то мы в любом случае можем выполнить вот вот эту проверку внутри нашего кампуса ну круто тогда значит это действительно решение что ты же понимаешь традиционное мышление будет но отлично у ребят терминальчики стоят а где-то есть где место где весь софт на самом деле сосредоточен а у вас оказывается здесь ситуация абсолютно другая потому что те условия в которых учатся наши студенты они максимально приближены к реальным то есть здесь нету какой-то симуляции там студии разработки онлайн да здесь все все реально тут реальный терминал никакой виртуализации реальный софт реальная там до пенденции до этого софта реальные там какие-то апдейты реальные конфликты и все это должны студенты решать сами них есть определенная задача которую они должны решить и дальше им не хватает какой-то библиотеки даже репозиторию вас свой вы не используете там что каждый заводит себе что-нибудь на гитхабе нет у нас есть свой локальный гид соответственно когда человек подписывается на какой-то проект ему генерируются новые репозитории с определенными правами и человек работает с этим репозиторием более того я хочу сказать что это можно по-разному оценивать то есть когда мы учимся это одни условия когда мы работаем это другие условия наши студенты работают с полным ну скажем так хардкодом то есть они приходят к нам на бассейн и тут же начинают работать с терминалом тут же начинают работать погружаясь все детали устройства файловой системы там права файлы они пользуются редакторами типа там био и бим и макс и так далее то есть мы не даем им возможность сразу использовать какую-то готовую айди даст однако как тогда и совсем перестаю понимать как это выдерживают если они пришли с улицы что называется да на самом деле это очень очень хороший тест понятие где твой предел и как ты будешь себя вести и чувствовать вот в таких экстремальных условиях потому что это не просто так мышкой подвигать там нажать крестик тебе реально нужно читать маны тебе реально нужно там гуглить какую-то информацию и смотреть даже в конце концов как выйти из этого редактора кода но потому что это не не всегда очевидно мало кто знает да чтобы там выйти из вима нужно нажать escape там двоеточие и кью особенно для тех кто никогда им не пользовался но да когда ты сказал правее вим я вспомнил нежное детство когда я учился с ними работать это да это слушает ну да то есть это на самом деле вот оказывается что гораздо больше чем кажется на первый взгляд потому что я понимаю что такую распределенную систему а ее французы писали у них есть какой-то центр разработки у них есть скажем так наброски реализации подобных сервисов эти сервисы деплоятся у нас локально и дальше мы занимаемся допиливанием этих сервисов то есть одно из направлений которые мы сейчас из главных определили в частности инфраструктуры это контейнеризация виртуализация всего этого для того чтобы можно было легко масштабировать слушай вот весь интерфейс постановки задач все это это на каком языке я имею ввиду человеческом то есть они читают на французском все это или нет значит основной язык это английский а все-таки английский да то есть подразумевается что люди которые хотят работать жить войти не это нормально просто во франции очень любят делать все на французском они на английском сталкивался к сожалению даже в эти компаниях поэтому вопрос собственно если это была не франция я бы его не задавал то есть все-таки интерфейс английский английский конечно английский но хорошо слушай чёрт чем больше я про вас узнаю дам свет вот сидит рядом и хихикает чем больше я про вас узнаю почему реально знаю новое каждый раз ну потому что скажу да какой там член вашей команды я это активно сочувствующий вот тем больше на самом деле восхищаюсь насколько это красивая вселенная сушат и сколько лет с ней связано уже так сейчас давай завернем к свете спасибо большое снова разворачиваю микрофон к свете свет скажи просто вот и сколько лет с этой ну вот второй год уже второй год вот но не на второй год это уже заметный промежуток времени о да вот скажи твое ощущение она просто вот стабильно работает или она как-то развивается то есть там есть какая-то внутренняя динамика я имею ввиду не число студентов а там не знаю подходы методики еще что то то есть вот как проект ты знаешь на самом деле из-за того что саму 42 стала активно делиться и развиваться сейчас она открыта делиться и сейчас франшиза работает в 15 странах и казань стала 20 школой франшизы мы практически уже на всех континентах открыл школу школа в мадриде в токио в джакарте сан пауло мы расползаемся по планете и поэтому ребята немного притормозили с разбитием потому что сейчас им пришлось перегруппироваться для того чтобы выделить внутри себя команду который как раз будет заниматься этапом запуском и так далее поэтому я бы сказала что сейчас у нас есть чудесный момент когда мы можем сами потестировать те вещи которые нам интересны в целом нам даны все эти инструменты чем я надеюсь в этом году мы позанимаемся в москве и в казани поскольку как ты заметил мы с айратом люди разные глубина наших знаний тоже отличается мы у нас разные подходы и я надеюсь казанская школа будет сильно отличаться от московской и мы реально сможем пробовать разные вещи для того чтобы как раз мы пришли к какому-то интересному решению и возможно когда в апреле мы поедем в марокко где собираются все директора школ мы собственно такой на брендсторминг двухсуточный а у вас как вот прямо есть такие мероприятия где собираются из всех этих скольких там сказала 20 чем да сейчас это 20 школа открывается когда я только пришла я как раз спросила почему мы не собираемся никаким никаким образом не взаимодействуем потому что у каждого есть какой-то свой наработанный опыт как ты говоришь чем больше копаешься тем больше всего интересного буквально через несколько месяцев мы запустили первую встречу в париже и сделали это регулярным раз в полгода мы встречаемся смотрим какие вещи какие наработки и так далее то есть мне кажется мы двигаемся в правильном направлении я надеюсь к апрелю у нас уже будет чем поделиться и не только от московской школы но и от казанской не сомневаюсь глядя на вас глядя на совершенно офигенных студентов я еще раз напоминаю то с чего начался наш разговор когда у тебя на входе конкурс 1 к 100 это означает ну вот просто потрясающий уровень студентов кстати у тебя в москве открою секрет такой же примерно конкурс повыше повыше даже с москвой все-таки понимаешь масштаб вот такой да 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 все таки это очень очень сильно вот верхний слой ну да давай посмотрим как она будет двигаться дальше мне кажется она должно в какой-то момент выйти на плата согласись но слушай не знаю в общем ладно слушайте ребят я все мы кончаем разговоре очень очень благодарю всех кто вот отвлекся от вкуснейшей еды интереснейших собеседников соседи по столу и вот поговорил с нами в наш микрофон как обычно все ссылки все подробности про школу в описании подкаста всем большое спасибо в первую чуть спасибо всем тем кто вот сегодня с нами был как это называется ресторан у нас бухара или чего древняя бухара а да вот ресторане древний бухара в славном городе казани спасибо тебе вот запись из ресторана закончилась спасибо что вы были с нами спасибо что вы вот сидели с нами за столом было очень приятно что нас было много надеюсь благодарных надеюсь заинтересованных слушателей уж по крайней мере те кто дослушали до конца и сейчас слышат этот мой финал те точно все-таки выдержали эти 40 минут нашего ресторанного трёпа я уже даже немножко знаю надеюсь что знаю о чем и как будут следующие подкасты по крайней мере в ближайшее время вот видите уже третий подкаст этого года наступившего и вроде пока тьфу 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 деревяшки нет ну считайте что я так виртуально деревяшку постучал пока получается его хотя и нерегулярным делать на по крайней мере не чрезвычайно редким и пока вот уже третий выпуск и как-то так довольно кучно они идут друг за другом мне конечно захочется наверное в ближайших выпусках поговорить о немножко странной истории я вот как раз когда там с разными людьми разговаривал и в казани и тут по работе в других местах было несколько очень интересных разговоров я вдруг понял старую вещь которая оформилась в непонятную может быть не очень корректную метафору люди сильно отличаются по по свойствам и форме своей попы задницы почему я имею ввиду не физическую задницу нет они конечно отличаются в том числе и по формам своих физических задниц но я не об этом я про кучу своих собеседников ничего не могу сказать про форму их настоящей физической задницы никогда не видел но вот есть другая задница есть задница которая может быть очень намазолена очень натренирована долгим упрямым сидением на ней она такая мозолистая люди вот которые берут задницей очень большие высоты может звучит странно но можно задницей взять большую высоту если вот долго сидеть непрерывно и очень настойчиво что-то изучать и быть очень педантичным то успех приходит ну правда а есть люди у которых задница вообще непонятно какой формы но в ней точнее из нее точно торчит рукоятка шила вот это шила в этой самой заднице это их движущая сила они берут не ее мозолистостью не том что они усердно и правильно и бесконечно долго и очень вдумчиво и очень последовательно что-то штудировали их прет их прет иногда заносит иногда какие-то дикие поступки совершают глупости делают но черт это тоже способ достижения иногда удивительных успехов а главное прорывов я вот не знаю истории прорывов которые создавались в общем с использованием своей мозолистой попы а вот те люди у которых в попе шила там гораздо круче впрочем наверное это потому что я в какой-то степени не 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 я не считаю себя ни разу там каким-то сильно талантливым человеком но если задуматься о том что у меня в районе задницы мозоль или торчащее шило точно второе вот поэтому я думаю что на эту тему мы еще поговорим насколько в технологиях в прогрессе построение будущего нужны и те и другие ну то есть вопросов конечно нет ну что нужны и те и другие но в каких соотношениях и чем заняты это может быть интересная тема ну и в конце концов конце вы можете сами на эту тему подумать заодно оглянуться нет ни физически не в зеркало а вот представить себе свою концептуальную попу и понять как концепция вашей попы устроена в рамках этой дихотомии все ладно кончаю странно шутить всем пока до новых встреч